Девочки, всем привет! Я к вам тут сегодня с блокнотиком. Почему девочки? Я думаю, что тема сегодняшнего видео просто мальчикам не будет интересна. Итак, девочки есть жених. Американец, очень достойный, привлекательный, без кредитов, но об этом мы немножечко позже. Хорошо, немножечко позже. Сейчас на моем канале появилось много женщин-подписчиц, которых интересует тема знакомств. И ранее я начинала свой канал, и он у меня был ориентирован именно на эти видео. И мои первые видео исключительно все были связаны только со знакомством. Со знакомством онлайн, с сайтами знакомств. Я делилась ссылочками, давала какие-то свои рекомендации, так как я этот путь прошла. Моя история, история моего знакомства с моим мужем есть у меня на канале. Здесь вот я для вас оставлю ссылочку, потом посмотрите. История очень запутанная. У нас такая вообще Санта-Барбара. За знакомство с моим мужем я заплатила 2000 долларов. Вот, в общем, в этом видео вы найдете ответы на все свои вопросы. Но, пожалуйста, досмотрите уже это видео до конца, и потом можете вернуться. Где там оно? Примерно на первой минуте вы увидите эту ссылочку. Так, самое важное. У меня также есть, на моем канале, есть плейлист, который полностью посвящен знакомствам. Но я эти все видео снимала уже два года назад. Я уже не помню, возможно, какие там темы полностью я открывала. Нет. Возможно, у вас есть какие-то более другие вопросы, более конкретные. Я бы с удовольствием точно так же сняла для вас видео, если вам это видео будет в помощь. И сейчас я отвечу на самые часто задаваемые мне вопросы. Я не буду касаться какой-то конкретной темы. Я отвечу на более часто задаваемые мне вопросы. То есть, на каком сайте мы с мужем познакомились. Через сколько он приехал ко мне на знакомство. Какие сайты вообще в целом я могу посоветовать. Как правило, вопрос звучит, на каком сайте знакомств настоящие мужчины, которые готовы к семейным отношениям. То есть, сейчас мы это все с вами пройдемся, я отвечу. Затем, в общем, такие есть вопросы. Почему я не работаю? Ну, такое, посмотрим, дойдем мы до этого вопроса, либо не дойдем. Также есть тоже, реально ли встретить хорошего, достойного человека. Но это, наверное, уже туда к теме о сайтах. На каком сайте действительно есть такие люди. Вот, поэтому давайте я, наверное, немножечко начну. Надеюсь, что это видео, оно, конечно, не блоговое. И я, конечно, надеюсь, что все равно оно будет так или иначе интересно тем, кто любит именно блоги на моих каналах. Ну, а если нет, то надеюсь, что это видео будет также полезно просто тем, кто только вновь на меня подписался. Для кого сайты знакомств еще неизвестная тема, у кого еще много вопросов, я надеюсь, что вы найдете ответ на свои вопросы. И обещаю вам, что я буду теперь продолжать время от времени снимать видео. Но вы мне тогда, пожалуйста, пишите, возможно, темы, которые вам на данный момент более актуальны. А вообще, конечно, в плейлисте о знакомствах, я думаю, что я уже все эти темы открыла. Да, еще вот один вопрос, наверное, сейчас я с него начну. Помогаю ли я девочкам? Кто-то ко мне пишет, обращается с просьбой помочь. Но, как правило, как правило, все почему-то думают, что у меня прям выстроены здесь женихи, американцы, прям вот стоят возле дома. Я не знаю, там человек 100, и просто вот им нужно помочь найти девушку-иностранку. В общем, у меня таких 100 человек нет. Вот я могу сейчас повернуть камеру. Смотрите, никого нет, пусто. Видите? Никого. О, я одна сижу вечером, вот пью чай. Да, вот так и есть. Я действительно познакомила, я об этом говорила сразу, я познакомила лишь одну пару, которую я именно познакомила. То есть я общалась с моей девочкой, она моя подписчица. Мы продолжались, мы с ней общались такое длительное время. Ей нужна была просто моя помощь. И, в общем, мы так с ней начали общаться. И в какой-то момент появился действительно такой человек, который хотел бы познакомиться с иностранкой. Ко мне обратились с этой просьбой, могу ли я. Есть ли у меня такие знакомые, то есть серьезная девочка, которая вот интересная, которая хочет серьезных отношений, а не просто ищет возможность выезда в Америку. И я бы как раз эту девочку тогда и предложила, женщину. Вот на данный момент им, по-моему, обоим по 48 лет. Или по 49, не помню уже. Мы с ней сделаем тоже обязательно видео. Они сейчас уже на определенном этапе. В общем, в августе будут уже какие-то результаты у нас известны. Поэтому мы с ней ждем до августа. И затем уже в августе, по факту, мы уже сделаем для вас с ней совместное видео. Мы уже об этом с ней договаривались. У нее тоже свой интересный путь. Она поделится своими ошибками, своим опытом. В общем, ждите, ждите это видео. Так, давайте я пока, наверное, быстренько тоже представлюсь, кто на моем канале еще относительно недавно. Меня зовут Марина. Мне 41 год. Приехала я в Америку в 2017 году по визе невесты. С мужем мы познакомились на простом, обычном сайте знакомств. Сайт знакомств назывался, отвечаю вам на вопрос, назывался Роза Брайтс. Но, девочки мои дорогие, на самом деле это абсолютно не важно. И вон у меня ребенок мой идет гулять с собакой. Да? Вон. Вон, Ромочка часто спрашивают, где мой Рома. Вот Рома идет гулять с собакой. Привет. Привет. Хочет поздороваться с собакой. Да, Сихок тоже у нас. Ой, аккуратно, чтобы он мне сейчас... А, Сихок, оставь мне мои записи. Так, ладненько, продолжаем. Да, продолжаем. Значит, на каких сайтах знакомств можно вообще зарегистрироваться? Да, на каких сайтах знакомств серьезные мужчины? Вот, теперь отвечаю еще на один вопрос. Таких сайтов нет. Так, чтобы там были исключительно все серьезные мужчины, а таких сайтов нет. На абсолютно любом сайте знакомств вы встретите как их скамеров, так и людей неприятных, так и мужчин серьезных и хороших. Единственное, это будет абсолютно разным процентом соотношений. Вот хороших мужчин их совсем-совсем мало. Их буквально, я не знаю, в лучшем случае 2-3%. Все остальные, конечно, да, это такие не очень приятные личности. Где-то грубоваты, где-то хамовиты, где-то с сексуальными такими расстройствами, я бы сказала. Но самая лучшая категория, это, скажем так, еще женатики, которым просто хотелось бы общения. Вот, поэтому таких сайтов нет. Но хорошая новость в том, что вообще сайтов много. И если вы будете, как я говорила ранее во всех моих видео, пользоваться всеми сайтами знакомств, вы зарегистрируете анкету свою на всех сайтах, вы просто повышаете свои шансы на то, что вы быстрее встретите хорошего, правильного человека. Вот, кстати, в этом видео, точно так же, как и во всех моих видео о знакомствах, которые я посвящаю этой теме, в описании под видео я оставлю ссылочку. На некоторые из сайтов знакомств. Возможно, вы найдете больше, я оставляю лишь те, на которых была в свое время зарегистрирована я. Мои девочки, мои знакомые, с кем-то я уже познакомилась здесь, в Америке, которые точно так же познакомились со своими мужьями онлайн на других сайтах знакомств. И они даже не слышали о существовании Розы Брайтс. Мне еще, например, понравился сайт Абдейтинг. Я там тоже знакомилась с мужчинами, с очень интересными. А вообще скажу так, что я планирую опять начать в выпуске видео, именно посвященные сайтам знакомств, так как, да, вот сейчас аудитория стала появляться, которой эта тема очень интересна. И я там уже, наверное, буду немножко больше рассказывать конкретно по определенной теме. Я расскажу, с какими мужчинами я знакомилась до того, как я встретила своего мужа, через сколько мы с мужем познакомились, с какими мужчинами я знакомилась, то есть в какой сфере они работали, почему у нас не получилось, что послужило причиной того, что у нас не получились отношения. Скажу так, где-то была моя вина, где-то была вина других людей. В общем, об этом я уже буду делать такие более полномасштабные видео и буду рассказывать более детально. Надеюсь, если вам эта тема интересна и полезна, вам эти видео точно так же помогут. Вы не против, если я немножечко чай попью? А то, когда много болтаешь, потом очень хочется пить. Кстати, смотрите, какой красивенный чай. Это мне сделал мой ребенок, мой сын старший. Немного отвлекусь от темы. Ему вот в сентябре уже будет 14 лет. У него английский, кстати, отличный. А когда мы приезжали в Америку, ему тогда было 7 лет, и он у него, конечно, был очень слабый, 7 с половиной. И когда мы приехали, мы приехали в мае, и в августе он пошел в школу. Нет, не в августе, а в том штате. Мы тогда жили в штате Мичиган. Там школа начинается. Кстати, он пошел именно 8 сентября. В свой день рождения он пошел тогда первый день в школу. Вот так было. Но за те три месяца, за летние месяцы, он так существенно подтянул язык. Моя свекровь с ним занималась. Вот Рома идет уже с собак, поясничает. Да, Рома, поясничаешь? Да, ну так ты же говори, что тебя не понимают на английском языке. Я сказал на английском. Нет, Рома, ты сказал. Тихонько проскользнуть ты пытался. Да, хорошо, зайка. Я сейчас быстренько закончу видео и займусь потом своим ребенком. Нам нужно кое-что еще успеть сделать. Моя отбойня уже спит. У нас уже 8. 8.20. Я их уложила спать 8 часов. Муж у меня сейчас в командировке. Да, кстати, еще был такой вопрос уже. Вот забыла, я случайно вспомнила. Кем работает мой муж? Потому что, я думаю, кстати, именно его должность не так прям конкретно интересует, как просто уровень, учитывая то, что мы с ним познакомились на сайте знакомств. То есть на какого уровня вообще мужчины там регистрируются. Уберу свою бумажку, неудобно. Так, когда мы познакомились, мой муж, он был одним из менеджеров. Менеджеров на предприятии и, скажем так, не самого высокого звена. Честно. Когда мы познакомились, его доход был не так уж и велик. И в момент нашего знакомства он мне честно признался, на что я могу рассчитывать. То есть, кто со мной на канале уже какое-то время, вы уже видите, что за 6 лет нашего брака наши дела значительно пошли в гору. Мы теперь уже себе можем позволить гораздо больше. Но когда мы только начали знакомство, наше общение, вот этого всего он мне на тот момент предложить не мог. И то, что у нас есть в браке сейчас, даже с его слов, он мне признателен за то, что я оказываю ему в этом поддержку. И в его первом браке, его первая жена ему такой поддержки не оказывала. И поэтому за 8 лет их брака он не продвинулся ни на одну позицию. Ну, в буквальном смысле, да. То есть, да, там он немножечко вырос в материальном плане, но совсем чуть-чуть. Вот там буквально какой-то небольшой процент. За годы нашего брака этот процент, ну, вырос значительно. В общем, его доход теперь уже стал, наверное, раза в... То есть, не на, а в... Не знаю, сколько. Ну, наверное, раза в три, а то и в четыре выше. Поэтому, конечно же, от человека, от партнера, который рядом с вами, зависит тоже очень много. Поэтому вот тоже, тут еще был один из вопросов, почему я не работаю. Я не работаю, потому что мы сейчас можем себе это позволить. И у нас маленькие дети. Было время, я работала. Я работала с 18 лет. Я украинка. Я родилась и выросла в городе Непропетровск. И я работала, в общем, грубо говоря, с 16 лет. С 16 лет я начала работать только во время летних каникул. А затем уже с 18 лет я училась на заочном отделении в университете в Харькове. И все остальное время я работала. Я заготовщик верха обуви. У меня работа была такая более сезонная, скажем так. Но когда у нас был сезон, мы работали с утра до ночи. И я имею в виду с утра, это где-то часов 6 утра. И часов до 11, до 12 ночи. И с понедельника по субботу. Но кто хотел, мог еще работать и в воскресенье. Я трудоголик. У меня тогда детей маленьких не было. То я работала даже в воскресенье. Вот. Поэтому, когда у нас уже родились тоже детки, я еще какое-то время работала. Потом, когда, скажем так, дела стали гораздо лучше, мы приняли решение, что я буду сидеть дома пока с детками. Но моя банковская карта регулярно пополняется. То есть я считаю, что вообще эти моменты всегда в семье нужно обсуждать. У нас с мужем общий счет, разумеется. Но у меня также есть отдельная карта, на которую ежемесячно, даже каждые две недели, поступает определенная сумма. То есть я так чувствую себя более комфортно. Не знаю, поймете, не поймете. Да, но я, разумеется, планирую выйти опять на работу. Вот детки уже тогда пойдут в школу. У нас там есть еще какие-то планы. Но как только я буду готова к тому, чтобы опять выйти на работу, как я сказала, я трудоголик, я пойду работать. Вот. Я думаю, что на основные вопросы я вам ответила. А теперь же давайте за жениха. Что ж там у нас с вами за жених, да, девочки? Достойный американец, интересный, без кредитов, обеспеченный. Господи, кто-то еще просит, желательно без детей, потому что чужих детей принять не смогу. Девочки, скажу вам так. На сайтах знакомств вы можете встретить именно того человека, который соответствует вашему описанию. Вот какого человека вы себе представляете, такого человека в будущем вы можете и встретить. Единственное, вы должны быть на это ориентированы. Вы должны делать как бы регулярно свою работу, то есть заходить на сайт из знакомств, зарегистрировать свою анкету, разумеется, научиться вести общение. И если кому-то в этом нужна моя помощь, я с радостью помогаю. Единственное, я буду, наверное, записывать еще отдельное видео и просить всех очень убедительно связываться со мной лишь в том случае, если вы действительно нуждаетесь в моей помощи. Потому что у меня это отнимает колоссально много времени. И я считаю, что в моих видео, в моих видео ранее, я буду снимать тоже видео вновь. И вы найдете всю информацию, которая будет касаться всех сайтов знакомств. Как зарегистрировать свою анкету, какие выбрать фотографии, как сделать описание, как вести общение с мужчиной, как с камеров определять, потому что с камеров действительно очень много. Дальше уже, конечно, это уже будет ваша рутинная работа. Вы научитесь работать с сайтами и рано или поздно вы, разумеется, встретите своего человека. У кого-то это происходит раньше. Я своего чеда встретила через 5 месяцев. Но опять-таки, как я вам рекомендовала, посмотрите мое видео «Историю нашего знакомства». Там это мое самое первое видео. Камера гуляет, звук ужасный. Но я думаю, что вам смысл в видео будет очень интересен, так как у нас интересная история. Мы с ним расходились, мы не общались практически год. Я оформляла другие отношения, уже встретила второго жениха буквально через 2 недели после регистрации вновь на сайте. В общем, я думаю, что вам это видео будет очень интересно и полезно, если вы хотели бы попробовать встретить своего человека на сайте знакомств. Это реально встретить хорошего, нормального человека. И мои видео, надеюсь, вам в этом помогут. Надо еще чуть чай попить. Чай бесподобный. У меня ребенок делает такой вкусный чай. Красота. Потому что сделано с любовью. Да, девочки, единственное, что я, конечно, еще раз хотела бы попросить мне писать с просьбой помочь только в тех случаях, если вы просмотрели мое видео и вы понимаете, что вам нужна моя помощь, что вам нужно, вы тот человек, которого нужно направлять, которому нужно помочь, которого нужно где-то подталкивать. Я помогаю. Я объясняю еще раз. У меня здесь нет, у меня здесь не выстроена очередь женихов. Когда я платила за помощь для себя в поиске человека на сайте знакомств, мне информация была предоставлена по-другому. Информация мне была предоставлена в таком плане, что уже имеются мужчины, которые действительно выстроились в очередь и ждут. Ждут женщину серьезную, готовую к отношениям, к созданию семьи в абсолютно разных странах, что ребенок там не проблема. И, собственно, я думала, что это агентство такого плана, и за это я заплатила деньги. По факту потом это оказалось все не так. И поэтому я хочу быть предельно честной и предельно откровенной. У меня, как я вам показала, пустой передний двор. Никто у меня тут не стоит, не выстроен. Но вы это можете сделать. И в этом я помогаю. Я помогаю, как работать с сайтами знакомств. Что вам для этого нужно? Я сотрудничаю в течение месяца. В течение месяца, с понедельника по пятницу, я всегда нахожу время, чтобы выйти с вами на связь, на видеосвязь, ответить на все ваши вопросы, где-то подсказать, где-то посоветовать. То есть выбрать фотографии, в этом большая проблема у многих. Правильно составить красивое описание, в этом тоже большая проблема у многих. То есть как в описании себя, так и в описании партнера, с которым они себя вообще видят в будущем. Еще я прошу прислушиваться к моим советам и воспринимать мою критику правильно. Я никогда никого не хочу обидеть, и я пытаюсь критику преподнести правильно, не обижая при этом человека. Но тем не менее, не всегда люди меня готовы услышать. И тогда с такими людьми я уже сама, даже если они не готовы со мной сотрудничать, я уже с ними не готова, потому что я понимаю, что результата не будет. Вот. Поэтому. Услуги. Меня тоже спрашивали, сколько будет стоить. То есть на данный момент, на данный момент я помогаю девочкам, и моя помощь, это эквивалент 100 долларов, но за целый месяц работы. Целый месяц работы. У нас нет там какого-то, там, одного раза в неделю, там, на 5 минут мы созваниваемся. Нет. То есть только сколько у вас вопросов имеется, так часто в течение месяца мы выходим, и именно с того дня, как вы начинаете уже регистрироваться на сайте знакомств. То есть не с того дня, как вы мне позвонили, сказали, здравствуйте, я бы хотела, чтобы вы мне немножечко помогли, да, и там деньги перечислили. То есть это не так работает, я все равно выхожу с вами, мы общаемся, я просматриваю тоже фотографии, то есть понятно вы перечисляете деньги, но деньги опять-таки мы переводим на данный момент, с первого дня начала войны, вся монетизация на моем канале, все средства, которые я получаю вот именно этим образом, они полностью все идут на поддержку простого населения в Украине. У меня есть несколько семей, организаций, которым я помогаю, и я уверена в том, что эти деньги идут в нужное русло, собственно поэтому я это и делаю, потому что у меня такая возможность на данный момент есть, я планирую это делать до самого последнего окончания войны, когда будет мир уже наконец, и я понимаю, что какое-то время все равно это еще займет, пока восстановится, все пойдут все-таки уже в более привычный режим, не знаю сколько времени еще для этого понадобится, но пока у меня есть это время, у меня есть возможность, я буду рада помогать и сотрудничать таким образом, и поэтому, в общем, скажем так, для меня это своего рода идет благотворительная помощь и поддержка. Вот так. Поэтому, если вам это интересно, еще раз прошу вас сперва просмотреть все мои видео, и лишь после того, как вы поймете, что вы самостоятельно, вы не можете, вы бы хотели поддержку от меня в этом плане, вот только тогда, пожалуйста, мне пишите, потому что мне очень тяжело выходить каждый раз, общаться, я каждый раз выхожу, я общаюсь, когда ко мне обращаются, и я всегда прошу девочек еще раз просмотреть все видео, потому что я не могу помочь сразу всем, кто ко мне обращается, я просто не могу, даже когда я выхожу, начинаю общаться, начинаю опять-таки это все проговаривать, вот меня просят посмотреть фотографии, я смотрю фотографии, и я понимаю, что человек, скорее всего, даже не видел видео, которое посвящено вот именно этим фотографиям. Так, что-то я вам там наболтала уже на целых 20 минут, хотела вообще-то сделать видео очень так компактненько, чтобы по полочкам разложить, надеюсь, вы его дослушали до конца. Ладно, сейчас еще немножечко чая. Красота. Кто научил моего ребенка готовить такой вкусный чай, не знаю. маму. Ой, ладно, девочки, я надеюсь, что это видео в любом случае было вам полезно. И, собственно, да, подписывайтесь, кому интересны темы, темы знакомств. Я думаю, что вы на моем канале найдете много интересной и нужной информации, ну, от себя лично желаю каждой из вас удачи. И всегда я говорю с девочками, с которыми общаюсь, никогда не выбирайте страну, не ориентируйтесь только на Америку, скажем. Я в свое время очень хотела ехать, жить в Германию. Я, когда вообще у меня появилась эта идея с сайтами знакомств, у меня прям была вот идея фикс Германия-Мюнхен, потому что у меня там была подружка, и я была только вот в Германии, только в Мюнхене, я нигде ничего больше не знала. Америка мне вообще казалась где-то очень далеко, и я хотела Германию-Мюнхен, и даже мои первые знакомства были именно с мужчинами из Германии, из Мюнхена. В общем, об этом я вам, наверное, как-нибудь, как и обещала, расскажу позже. Вот, но вам еще раз советую, никогда не выбирайте страну. Когда вы общаетесь с мужчиной, обращайте внимание именно на его слова, на его действия, на его поступки, дайте мужчине шанс проявить себя и показать. И, возможно, вы удивитесь, насколько интересный человек живет в совершенно другой стране, в которой вы себя никогда не видели, например, как я. Ладно, ребят, теперь я с вами уже точно прощаюсь, и, как всегда, собственно, увидимся в моих следующих видео. Пока-пока, ребят.